Друзья мои, вы же знаете выражение «испанский стыд» – это когда тебе стыдно за действия другого человека. Предлагаю заменить Испанию на Россию, потому как тогда выражение приобретает еще большую драматичность. И я думаю, что многие из вас часто испытывали феномен, когда так тяжело возвращаться в реальную жизнь после просмотра пресс-конференции нашей власти. Но сегодня речь пойдет не совсем о пресс-конференции. Мы затронем встречу Путина на Валдае и интервью Дегтярева с одним телеканалом. Предупреждаю, во время просмотра у вас может случиться российский стыд, так что ролик имеет противопоказания. Но давайте обо всем по порядку. С вами Антон Хардин и мы сегодня о наболевшем. Дорогой мой друг, если ты не подписан до сих пор на канал, подпишись. Для тебя это секунда, а для канала это помощь в распространении информации. Начнем мы с интервью Михаила Дегтярева, который славится на всю страну своими знаменитыми высказываниями, за которые просто хочется взять и вспомнить детское стихотворение Барто про игрушечного медведя. А вообще, здесь же главное в этой третьей статье Конституции слово «источник». Вот обычно любят на митингах покричать эти горлопаны, там «мы здесь власть». Вы не власть. Власть сидит в Белом доме, в мэрии, в администрациях. Это власть, выбранная источником власти, то есть народом. Вот главное, понимаете? Ну путают формулировки и понимание, да? Власть. Вы избиратели, да. На выборах вы даете власть, я имею в виду люди, избранным руководителям. Вот говорят, Дегтярев, тут мы его не выбирали, извините. Я назначен президентом, которого избрал многонациональный народ Российской Федерации на выборах. И отдал ему власть на срок определенной Конституции. Секундочку. Срок определенной Конституции – это та самая Конституция, которая как раз сроки обнулила. Оно-то по логике да, но по факту мы видели, как проходил весь этот плебисцит, и как с экранов телевизоров эти пропагандоны людям головы задуривали. Будете за голосовать или против? За, конечно. Почему за? А почему там? Все нормально. Какие поправки вам нравятся? Все. Вы изучали их? Нет еще. И теперь давайте, раз уж речь о Конституции зашла, затронем вот что. Михаил говорит, что по Конституции источником власти является народ, но он очень сильно искажает понимание вот этой самой третьей статьи Конституции. Далее в этой же самой статье говорится, что народ осуществляет власть непосредственно. То есть напрямую, без посредников. Ну а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. И также говорится, что высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. То есть народ может осуществлять власть непосредственно, но максимум ограничивается референдумом и выборами. Поэтому не надо, вот я с горлопанами часто на эту тему дискутирую, люди вообще не понимают. Вы не власть, вы источник власти, как и я источник на выборах власти. Вы источник на выборах власти, вы источник на выборах власти. А власть это администрация, это президент, губернатор после выборов 21 года будет избранным губернатором, руководителем. То есть вот такие тонкости надо людям объяснять, а то раскричались, мы здесь власть. И давай крушить, значит, на город. Так и до беспорядков может дойти. Либо Михаил полностью Конституции не знает, либо просто берет и трактует ее так, как удобно ему. Вот и все. Но если это второе, то он своими словами сказал. Вы народ, никто. Хоть в Конституции и написано, что вы можете осуществлять власть непосредственно, вы все равно не власть. Да, большинство граждан нашей страны действительно не подкованы юридически. Но нельзя ведь вот так брать и искажать самый главный закон нашей страны. И давайте еще обратим внимание на более раннее интервью, где он говорит, что народных денег нет. Есть деньги бюджетные. Понимаете, федеральный центр это абстрактно. Есть правительство России, которое распоряжается бюджетом. По поручению президента это важно. А то он нас любит, понимаешь, хай-вай народные деньги. Народные деньги, да, но кто ими имеет право распоряжаться? Тот, кто избран народом, то есть президент и дума, которая утверждает, тоже избрана 90% граждан России. Поэтому не надо вот этого. Народных денег уже давно нет. Они есть бюджетные деньги. Народные, а не когда человек налоги платит. Поэтому правительство с федеральным бюджетом, крупные госкорпорации. Госкорпорации, да они настолько бездарно деньгами распоряжаются, что каждый уже давно себе построил по несколько дворцов. В том числе и в Европе загнивающие. Давайте возьмем хотя бы Роснано. Чубайс предложил бороться с сосульками с помощью нанотехнологий. Сбивать их нанорогатками. Про рогатки шучу, конечно. Это было бы более умной идеей. Он предложил нагревательную пленку использовать. Комментировать этот бред я даже не собираюсь. Но задам вам один единственный вопрос. Сколько миллиардов будет потрачено вот на этот проект? За чей счет этот банкет? Друзья, вот скажите мне, пожалуйста, кто из вас хочет, чтобы на питерских крышах где-то там устанавливали вот эту самую нано-пленку нагревательную? Ну а давайте уже оставим этих интересных и перспективных ребят. И перейдем к вишенке на торте российской реальности. Помните это знаменитое высказывание Путина? Что он будет уничтожен. И, ну что ли, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Вот. Это Валдай 2018 года. И, видимо, уже стало традицией, что Путин на этом мероприятии выдает такие перлы, над которыми и смеяться хочется, и плакать одновременно. Для начала хочу заострить ваше внимание на том моменте, о котором говорил Дегтярев. Я не зря их вместе в один ролик поместил. Тем не менее, убежден, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан. Вот в чем сила государства. Люди, как известно, источник власти. И эта формула заключается не только в том, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать, а в готовности делегировать, делегировать избранные власти широкие полномочия. И видеть в государстве, в его органах, его служащих, своих представителей, тех, кому доверено принимать решения, но с кого и трогано долежит спрашивать за исполнение своих обязанностей. То есть президент считает так же, как Дегтярев, просто выражается немножечко помягче. Они считают, что власть народа заключается в передаче и делегировании власти. Абсурд. И мне тогда интересно, а зачем вообще вот эти стадии в Конституции, если они максимально игнорируются? Считаю, что гражданское общество будет играть ключевую роль в развитии России в будущем. Поэтому мы стремимся, чтобы голос наших граждан был решающим, а конструктивные предложения и запросы, причем разных общественных сил, были реализованы. Но, естественно, вопрос, как формируется такой запрос? Чей, собственно говоря, голос должно услышать государство? Как распознать, действительно ли это голос народа, или это закулисные нашептывания? Либо вообще не имеющие отношения к нашему народу чьи-то шумные крики, переходящие порой в истерику? А что, простите, подразумевается под голосом народа и под чьим вообще голосом? Он говорит о голосе тех, кому пропагандоны мозги промыли? Кто выживает на 15 тысяч в месяц, пока чиновники жируют, но все равно кричит, что виновата Америка и Навальный? Голос народа или голос стада? А думающая-то часть населения, она просто-напросто игнорируется? И когда происходит вот такое игнорирование, начинаются крики. Все правильно, логично и закономерно. Ну а дальше просто шикарнейший перл в стиле Петросяна. Я уверяю вас, дорогие друзья, мы объективно оцениваем наши возможности. Интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние возможности, и наш потенциал. И укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно. Как бы они простудиться на ваших похоронах. Здесь мне конкретно нечего добавить. Задам только один вопрос вам, друзья. Кто из вас хочет затухания России? Я вот лично не хочу. Но так же я не хочу, чтобы власть чинила беспредел. Чтобы воровали наши деньги. Чтобы природу разрушали. Почему, когда мы говорим про тех, кто хочет разрушить Россию, мы не говорим про Потанина, к примеру. Ведь разрушение России не только в подрыве строя, но еще и в загрязнении окружающей среды и так далее. А вот про это Путин, конечно же, высказался отдельно. Но есть соображения и еще более общего характера. Затрагивающий буквально каждого. На которых хотел бы остановиться подробнее. Многие читали в детстве Антуана де Сент-Эмсюпери и помнят завет главного героя. Есть такое твердое правило. Встал по утру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Это очень кучная работа, но совсем не трудная. Неубежденные должны постоянно заниматься этой кучной работой. Если хотим сохранить наш общий дом для будущих поколений, надо прибирать свою планету. Да, когда смотришь на действия и слышишь высказывания некоторых представителей рода человеческого, в этом закрадываются сомнения, что вообще это возможно. Но я твердо верю, надеюсь, во всяком случае, на разум и взаимопонимание. Нужно просто открыть глаза, посмотреть вокруг и понять. Земля, воздух, вода – это наше, наше общее достояние. Это то, что нам дано свыше. Все правильно. Земля, воздух и вода – это достояние общее. А вот газ, нефть, лес и другие природные ресурсы – это уже достояние дружков-олигархов. Давайте уже говорить правильно. Мы просто некоторые вещи недоговариваем. Так же, как вот ценность человеческой жизни. И нужно это научиться беречь. Так же, как и ценность каждой человеческой жизни. А здесь, наверное, речь идет о ценности жизни тех, кого ломают из-за отсутствия маски, или тех, кого за комментарии садят. А может быть, о фургале, который там зрение уже лишился, но его вину так и не доказали. Или речь, может быть, идет про тех людей, кому на ИВЛ кислорода не хватило. Кислорода. Не дорогущих препаратов, а кислорода. Ведь страх коронавируса в России – это не страх заразиться, а страх того, что тебе просто-напросто не помогут. Слова-то красивые, но они, увы, и с делом расходятся. На самом деле, полная версия видео очень длинная. И если есть желание, посмотрите, я оставлю ссылку в описании. Ну а вы не повторяйте ошибок прошлого. Не забывайте подписываться на канал, поставить лайк и написать свое мнение в комментариях. А с вами был Антон Хардин, и я не прощаюсь.